В 2011 году топ-1 игроком ВОСУ в свои 13 лет стал легендарный корейский игрок Кукизи, о котором слышали все ВОСУ комьюнити. Он вписал свое имя в историю как бог игры, на которого равняются все соревновательные игроки в мире. Долгое время разные игроки потрясали мир новыми достижениями в различных аспектах, будь то джампы, стамина или читалка. Не преуменьшая заслуги этих игроков, в оценке общего скилла между ними и Кукизи всегда существовала неприступная пропасть. Еще задолго до разбана Кукизи, некоторые члены комьюнити пытались пророчить, кто в будущем, судя по темпам роста, сможет стать новым богом игры. Фанбои сравнивали своих кумиров с эталоном игры ВОСУ. Мы же с вами повидали много выдающихся игроков, которые были на вершине популярности. Вульф, Хвик, Руручи, Индекс, Рафис, Рухалк, Ангел Сим. Но, объективно говоря, никто из них не забрался на одну ступень с Кукизи. Очень жестко и точно эту ситуацию описал автор системы ВП в своем ESC.fm в 2015 году, до разбана Кукизи. После разбана Кукизи продолжил свое доминирование, доказывая всему миру свою непревзойденность, чуть ли не на генетическом уровне, не оставляя конкурентам ни шанса. Даже сейчас, когда он стал играть реже, он все еще ставит скоры, о которых большинство топ-плееров могут только мечтать. Ничто не вечно, и на трон лучшего игрока ВОСу нашелся новый претендент. О многих популярных топ-игроках есть разные видео, статьи, интервью. За ними можно следить в Твиттере или слушать на Твиче. Но если вы попытаетесь поискать историю Воксея, вы не найдете много информации. У него нет Твиттера, он не ведет блог, он не давал крупные интервью. В интернете не мелькает его лицо. Лишь одно историческое фото, излучающее невероятную осерскую энергию. Воксей оставался загадкой, и даже его возраст в свое время был предметом больших спекуляций. Мы не только начертим путь его становления лучшим игроком ВОСу, но и вспомним множество скоров, которые изменили понятие уровня игры ВОСу. Сегодня мы собрали для вас большой материал со всех уголков интернета, чтобы сделать первое биографическое YouTube-видео о самом легендарном игреке нового времени. Субтитры создавал DimaTorzok Воксей зарегистрировался в ВОСу в 2014 году, придумав себе случайный никнейм. На тот момент ему было 10 лет. Заинтересовался игрой, когда увидел игру в ролике на YouTube. Тогда он и не подозревал, что станет профессиональным игроком. В начале своего пути в Воксей играл сложные карты, которые ему едва удавалось пасать. Ему нравилось испытание высокого аэра. Так он и разработал хорошую моторику для ОСу, импрувив скорость, играя в основном High BPM Double Time. Играть всерьез он начал в 2015 году, и в 2016 году он поставил свое имя на карту, сражаясь со своими кумирами в ранкинге, с такими как Кукизи, Руручи и Вульф. На историческом скриншоте мультиплеера с Кукизи после разбана, Воксей был на 157 месте в мире. Первые упоминания о Воксее на реддите датируются началом 2016 года, когда Воксей был в топ-12 США. Как это не иронично, но свой первый 500 ппскор он запостил на реддите сам. Многие удивились игроку, который поставил такой скор за первые два года игры, когда у Хэппистика еще не было 500 ппскора. В тот же день на него появился репорт. Среди доказательств лишь обвинение в быстром импруве. Сам Пэппи отписал в трейде и сказал, что ему придется кое-что объяснить. На следующий день он был забанен. Как это обычно бывает, многие решили, что это обычный читер. Его бан, однако, продлился всего пару дней. Оказалось, что вопрос был в мультиаккаунте. Как это было с Флайнктюной в свое время? Претензий к честности игры быть не могло. Потому что еще с 2015 года на его ютуб-канале были лайфплеи с монитором, а в 2016 он даже провел стрим на Твиче. Стоит отметить, что Хэппистик встречался с Ваксием лично, и тот продемонстрировал ему свой скилл вживую. Можно сказать, что это та самая процедура подтверждения легитности, которую предлагал Пэпи Вайткэту. В итоге на реддите вновь стали появляться его сильные ДТ-плеи. Теперь уже и с Хидденом. Это FC Asymmetry на 570 ПП и неплохой трай на Реал Монстра. Несмотря на мощные даблтайм-скоры, настоящее пробитие плана к Восу, Ваксей начал со своего пасса Айрмена с даблтаймом. И тут стало понятно, что он действительно ставит под сомнение играбельное количество звезд Восу. В конце 2016 года он уже трайл Айрмена в три мода. Тогда в списках его целей были планы взять топ-1 Америки и топ-10 мира. Летом 2016 года Ваксей взял топ-9 мира и почти 10 тысяч ПП. Осенью он поставил один из самых лучших своих плеев на то время. Это FC на Гансте. Хочу обратить ваше внимание, что он сингл-тапает карту, на которой в пике 300 BPM, а в спиктед-чате за ним наблюдали Той и Файр Рейдж. Вскоре в его юзер-пейдже появилась новая, единственная цель. Это топ-1. И к этой цели он подошел серьезно. К тому времени осуждение в Аксея сошло на нет. Хотя некоторые идеологические хейтеры не собирались верить в пасса Айрмена с даблтаймом. Их хейт был так силен, что даже лайфплеи для них не были убедительными. И кто-то взломал реддит-аккаунт Ваксея, признавшись с него в читах. Дело, слава богу, было быстро улажено. Под конец 2016 года он поставил свои первые 700 ПП-скоры на Шинг Саку Ноши АВС и на Аозора Джампинг Хат. 2016 год для Ваксея закончился большим количеством обидных челков. Несмотря на невероятную скорость, ему не хватало стабильности. Подсчет его ПП без челков на реддите показал, что если бы он фк-шил все свои топ-скоры, он уже был бы в топ-1. В начале 2017 года Ваксей выложил попытку пасса Биг Блэка с даблтаймом. Этого еще никто не осмеливался сделать. Именно таким образом Ваксей продлил мем Иронично, что в Ниосу Ваксей продолжил слушать этого исполнителя. Также Ваксей поставил еще несколько 700 ПП-скоров. Наиболее популярный из них это первый Эпси в даблтайме и хидоне на Киры Кирадейс, где он просинглил 300 БПМ джампы. И ДТ-скор на Хай Фри Спиритс. А также порадовал комьюнити своим лайфплеем на Holding On. В 2017 году Ваксей взял топ-2 Восу. Неплохое достижение для стака плейканта. Но тогда это лишь ставило его на одну ступень с лучшими смертными игроками Восу. Этого ему было недостаточно. Он был вторым игроком, который поставил 800 ПП-скор, сделав это в один день после Кукизи. Этот 800 ПП-скор был поставлен на ремоут-контроле с хиденом и даблтаймом. Но ему все еще не хватало немножечко импрува. Тогда же Ваксей начал получать бейджики в турнирах, включая небольшой лан в США в 2017 году. В тот год, к сожалению, он не смог поучаствовать в ОВЦ по личным обстоятельствам, отдав победу Польше и вообще взял перерыв от игры. Знаете, перерывы игры от Ваксея стали частью его идентичности, потому что каждый его камбэк символизировал невероятный импрув и новые скоры. В начале 2018 года все ждали его возвращения, и он не разочаровал. По словам Ваксея, в этом году он начал учить хардрок и хиден, в дополнение к даблтайму, что оказалось непросто, потому что это был другой стиль игры для него. По его мнению, хиден усложняет лоу аэр стримы, но упрощает аэр 11 карты. Ваксей всегда был умен не по годам, он не влезал в драмы, не говорил глупостей. В своем интервью 2018 года он сказал, что несмотря на свою цель взять топ-1 в ОСО, он понимает, что топ-1 ОСО не означает лучшего игрока по скиллу, а лишь по фарму ПП в мете. В том же интервью он пообещал однажды регулярно стримить, и сказал, что хочет наконец-таки ФКшнуть Биг Блэк. Он часто менял область и хват. Экспериментируя с этим, он пытался найти комфортный и в то же время продуктивный вариант. На то время Ваксею не очень нравились техникал-карты, до того как ему пришлось их часто играть в мультиплеере с топ-игроками. Тогда он решил начать их играть, чтобы не проигрывать на них и добавить их в свой скиллсет. Когда он научился играть техникал, такой вид карт ему реально понравился. Отдельного внимания заслуживает хард-рок пасс на карте Разблла. В начале 2018 года из-за сбоя системы банча, Ваксей улетел в бан на 5 минут, вызвав огромный ажиотаж на реддите. Когда-то Пеппи настолько сильно сгорел от обсуждения его действий на реддите, что пообещал случайно банить топ-игроков на 5 минут, чтобы отучить комьюнити сразу же бежать сплетничать. Эти спекулянты и объясняют бан Ваксея. Ваксей продолжил доминирование на нетривиальных даблтайм-картах, выкашнув с Асагио на сумасшедшую окурсе. После очередного перерыва и потери ранга он вернул себе топ-3 в марте. Потом он сделал довольно-таки сильный пасс на Tool Assisted Speedco от Мисс Магиуса на 97 акурсе с 11 миссами. Игра с хард-роком тогда уже также не вызывала вопросов. Он смог закрыть на FC Dragonforce Seasons на 99 акурсе. Также закрыл на ФК на то время популярную карту Bring the Madness и в ФК шнул с даблтаймом довольно-таки сложную карту Raijin no Meguda. Осенью 2018 года Ваксей снова уходит на перерыв от борьбы за топ и в конечном счете отдает топ-1 США Итке. Этот год также становится годом взлета Flying Tune. Первый ОВЦ для Ваксея произошел в 2018 году. Сначала он отказывался играть, но внезапно он сам написал капитану команды Апраксия. Оказалось, что передумать его заставил призовой фонд в 300 баксов на человека. За часом он kept telling us, что он не был очень интересен в игре в World Cup. И потом один день он месседжал Апраксия и сказал, что я буду играть в ОВЦе. Апраксия сказал, что это да. И он сказал, что изменило твою минуточку? И потом он отправил скриншот от первого места для первого места, просто написал $300. Мы думали, что это да. $300, давайте посмотрим. США победили в ОВЦ 2018 года. Хоть соперник в виде Великобритании и был достаточно силен, и не сдавался до конца. По итогу Ваксей сделал свой вклад в команду. После всего этого он выиграл очередной лан. В этот год он выступал под никнеймом Donkey Kong. 2019 год Ваксей начал с первого в мире FC на Rainbow Dash. Этот скор он поставил в рамках инициативы OSU Bounty, в которой игрокам предлагали деньги за целевые скоры. Как мы уже знаем по ОВЦ, Ваксей был не против подзаработать на своем скилле, поэтому впоследствии он выполнил достаточно много баунтий. Весной 2019 года Ваксей поучаствовал в одном из крупных по призовому фонду турниров, OSU Game Tournament, где смог обыграть в гранд-финале очень сильного турнирного игрока Bubble Man'a, тем самым одержав победу и получив 1000 евро призовых. Но самое горячее действие ждало нас летом, когда никакая школа не мешала 16-летнему парню реализовывать себя в компьютерных играх. В июне он вновь начал ставить впечатляющие скоры. Свой врыв он начал со скора на Endgame, который он фкшнул с даблтаймом и хиденом на 99 аккоросе, а также кучей других 900 ПП-скоров, включая новый STD-рекорд на тот момент, а именно Лона Лего в 3 мода, который дал ему 972 ПП. Оформил первый официальный пас Биг Блэка с даблтаймом. А также поставил свой первый легендарный ран на Сайкл Хития с даблтаймом, который дал ему 600 ПП. Он добился своей мечты, оформив элитный скор на Биг Блэке с модами Хидден и Перфект. На стриме Ваксей поставил первый 1000 ПП-скор в игре. Да еще какой! Это не рингтон в 3 мода от Сатаркса, который так все не хотели видеть, как первый 1000 ПП-скор, а именитая хай БПМ карта в даблтайме с укинами. За три дня до этого события некий пользователь реддита предложил 80 долларов за это достижение. Не уверен, что Ваксею это было необходимо, но деньги лишними не бывают. Также он взял первые 16 тысяч ПП и топ-1 мира. Его стрим был настолько историческим, что привлек целое множество осу знаменитостей. По слухам, там был даже Хвик. К этому топ-1 он шел 3 года. Все звезды сошлись в одной точке. Для нас с вами 1000 ПП-скор это всего лишь очередной рубеж, который был побит через несколько месяцев в первом 1100 ПП-скором, а потом и 1200 ПП-скором. Но этот ажиотаж был важен для всего игрового мира, потому что это круглое число привлекло игровые издания. И о Ваксее и Осу написали несколько статей. Даже в Аком написали пост в своем блоге, объясняя своим читателям, как легендарная модель CTL 480 открыла многим осерам путь в топы. Итки же пытался конкурировать, поставив 1035 ПП-скор, но Ваксей добил его своим FC на Wizard Tower. И стал первым игроком с 2000 ПП-скорами. Он даже ставил под угрозу топ ПП-скор в мании своим челком на Айфориуме. Очень точно Хэппи Стик сравнил этот стрим со стримом после разбана Кукизи. Впервые после четырех лет ожидания нашелся игрок, который смог превзойти своего учителя. Ваксей также удостоился внимания в крупном игровом СМИ PC Gamer и даже определения в Urban Dictionary. Таким мало кто может похвастаться. Отдельный тред на реддите был создан для обсуждения реакции комьюнити на становление абсолютного бога в Осу. Лето закончилось, и Ваксей пообещал уйти после турниров, но в ноябре произошел самый крупный турнир 1 на 1, который назывался Game Осу Турнамент. Этот турнир проспонсировали Logitech, призовой фонд у которого был в 5000 евро. Хочу заметить, что к турниру все подошли максимально серьезно, потому что такой призовой фонд был первым в опыте в истории турнирной Осу. Участие приняло огромное количество игроков, но Ваксей к тому моменту был уже настолько силен, что в матче против Кукизи он не оставил ему ни шанса. Справедливости ради, Кукизи в тот момент был не в форме, и играл в неудобное для него время. Но это не случайно, что Ваксей победил во всем турнире, под конец которого обыграл в гранд-финале Арио с разгромным счетом 7-2. Так он стал настоящим убийцей королей. Выигранный ОВЦ 2019 года даже упоминания не заслуживает. Там себя проявил не только Ваксей, но и его соотечественники. Тем не менее, в матче против России, который закончился с разгромным счетом 6-0, из которых Ваксей отыграл 4 карты и не мяснул ни разу, к такому русские оказались не готовы. После этого он смог сделать очень сильный ДТ-плей на World's End, а также почти сделать первый в мире FC в даблтайме на Pretender. Впоследствии он переиграл свой скор на Сайкл-хите с одним месом, получив за него 855 ПП. Сайкл-хите с одним месом, Вместо привычного Ваксея даблтайма, он стал чаще красоваться элитными ноу-мод скорами, к примеру, Speed of Link, который он сыграл с одним месом и 96-ю акуроси. До сих пор обвинения новых талантов в нечеловеческих скорах опровергаются. Ну вы представьте себе, что 3 года назад вам бы кто-то сказал, что Сайкл-хит выкашнут в даблтайме. Вы бы посмеялись и приняли бы это за шутку, а не за пророчество. Но Ваксей стал очередным доказательством того, что человечество не умеет адекватно определять границу своих физических возможностей. Тогда реддитеры серьезно поставили вопрос, нужно ли Ваксею еще что-то сделать, чтобы быть признанным лучшим игроком в Осу. Это было после получения первого в мире 17000 ПП. Пробил он эту планку скором на Йоми Йори в 959 ПП. И этот скор стал топ-скором в ноу-моде. В 2019 году Скилл Осу в своем твиттере отдал Ваксею 4 из 5 лучших ДТ-скоров современности, отдав предпочтение скору Кукизи на Дайсюке. Последний из сильных скоров Ваксея на данный момент является FC-карты Дай Аболика. После Ваксей снова ушел в инактив в 2020 году и отдал первое место новому кумиру молодежи, Вэткету, который сразил всех своими крутыми скорами и рекордно быстрым фармом. Видео о нем можете посмотреть на канале, там действительно хорошая история. Ваксей выложил в своем юзерпейже картинку с надписью «Вот и все, друзья». В своем твиттере Скилл Осу пояснил, что это означает очередной перерыв от игры. Пусть он и не держал топ-1 долго, но Ваксей навсегда себя вписал в историю Осу как убийца королей. Он – легенда, и он останется топ-1 в наших сердцах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok